Всем здравствуйте! У нас свежее поступление всепогодная уличная акустика с мозгами и с усилителем. Две коробки такого размера. В коробках, собственно, две акустические системы. Первая и вторая. Я их немного разобрал, чтобы было понятно, что почему. Значит, три динамика. Корпус треугольной формы, то есть он встает в угол под прямым углом. Можно поставить под половок, можно в угол стены, как угодно. Компактный размер 50 ватт на канал, усилитель встроенный внутри, AirPlay, Chromecast, Spotify Connect. Обещают еще некоторое количество сервисов, но позже с обновлениями прошивок. В комплекте две колонки, блок питания, настенные кронштейны, позволяющие прикрепить как на столб, так и на плоскость. Акустический кабель 6, по-моему, метров и инструкция по эксплуатации. Гриль магнитный, по периметру несколько вставок из фланельки, чтобы он не дребезжал. Защёлкивается достаточно просто. Значит, под грилем, под резиновыми заглушками два отверстия для крепления акустики, можно непосредственно через них крепить. По краям по два отверстия с каждой стороны для крепления наискосок, если ставим ее в угол. Вот они здесь выходят, видно. Значит, сзади разъем для подключения акустического кабеля у пассивной колонки, сейчас покажу, который закрывается такой хитрой крышечкой. Достаточно грамотно сделана крышка с бортовкой, с маленьким выступом для того, чтобы не ошибиться в позиции. И под металлической пластинкой здесь есть такой резиновый уплотнитель, который можно разделить на две части. Далее туда просунуть провод и зажать это все таким вот образом. После чего придавить пластинкой. Это должно быть, по идее, достаточно плотно. Все это нажимается четырьмя винтами, а кабель выходит отсюда. Теперь по активной акустике. Здесь немножко больше разъемов, что мы имеем также под такой же крышкой. Здесь система такая же, с такой же резинкой, под такой же планкой. То есть она занимается на две части. Необходимое отверстие в зависимости от подключения можно прорезать уже самому. В активной колонке мы имеем разъем питания 24 вольта, сервисную кнопку нажимать в случае перепрошивки. Оптический вход, он активный, то есть колонка может автоматом на нее переключиться. Ethernet. Также там на борту Wi-Fi и Bluetooth. Как герметизируются провода? Их нужно завести через вот эту вот резинку, через пластиковую крышку, подключить. Далее ставим крышку, завинчиваем. С вилочками аккуратнее, они маленькие, из рук выскальзывают. Если делать на высоте на улице, то лучше бы конечно бумажную шайбочку с обратной стороны поставить, чтобы они не терялись, не выпрыгивали из отверстий. После того, как закрутили эту крышку, берем вот эту резинку хитрую. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Как она у нас была-то? Здесь одно отверстие под питающий кабель без заглушки, то есть постоянно открытые. Остальные заглушки по мере необходимости можно оттуда доставать. Значит акустический кабель комплектный, он уже правильного диаметра, чтобы все тут герметично было. Заправили кабель, остальные заглушки возвращаем на место. Операция достаточно неудобная. Слава Богу, ее не часто делать. Так, заправили заглушки, поставили. И ставим прижимающую планку. Первый вопрос у меня был, когда я увидел тыловую часть акустики, для чего нужны вот эти отверстия. Оказывается, вот для чего. Ну, в общем-то, и все. Весит немного. Защита у них анонсирована IPX6. Крепление, как я уже говорил, практически с любой стороны. Единственное, чего нет, это наклоны к вертикальной плоскости. То есть, если прикрепили к стене, то она будет параллельно стене в любом случае. Продолжение следует... Продолжение следует...